Седьмой класс, четвертая серия. Модуль числа. Модулем действительного числа А называется само это число, если оно не отрицательно, и число, взятое с противоположным знаком, если оно отрицательно. Повторим свойства модуля. Эти свойства будем применять, решая уравнение. Модуль принимает значение только не отрицательное. Числа противоположные имеют равные модули. Если модуль А равняется Б, при условии, что Б не отрицательно, то А равно Б и А равно минус Б. Если модуль А равняется модулю Б, то А равно Б или А равно минус Б. Решим уравнение с тройным модулем. Сначала надо раскрыть внешний модуль. Уравнение равносильно совокупности из двух уравнений с двойным модулем. Это первое уравнение совокупности, а это второе. Так, решая первое уравнение совокупности, получаем корни 15 и минус 15. Решая второе уравнение совокупности, Сначала раскрывается внешний модуль, а потом уже внутренний. Корни второго уравнения 5 и минус 5. Значит, данное уравнение имеет 4 корня. Плюс-минус 15, плюс-минус 5. Второе уравнение. Слева от знака равенства модуль х минус 6, а справа х плюс 8. Значит, данное уравнение будет равносильно системе. В эту систему входит неравенство. Х плюс 8 должно быть неотрицательно, иначе корней не будет. И совокупность из двух уравнений. Так, первый раз раскрывается модуль, и второй раз. Здесь знаки меняются на противоположные. Решая первое уравнение совокупности, так, взаимно уничтожаются, приходим к неверному равенству. Неверно, корней нет. Значит, первое уравнение совокупности решений не имеет. А второе уравнение совокупности имеет корень х равен минус 1. Надо проверить, подходит ли это значение. Минус 1 до плюс 8 – это будет 7. Неотрицательно. Значит, минус 1 – корень данного уравнения. 3. Найдите меньший корень уравнения. Так, уравнение с двойным модулем. Сначала раскрывается внешний модуль, и уравнение превращается в совокупность из двух уравнений. Так, здесь будет плюс 3, здесь будет минус 3. Так, корни первого уравнения – 2 и минус 2. А второе решений не имеет, потому что здесь получится, что 2 модуль х равняется минус 2. Модуль принимает только неотрицательные значения. Значит, у этого уравнения, то, которое было дано, только два корня – 2 и минус 2. Надо назвать меньший корень. Значит, после слова «ответ» надо записать – минус 2. Минус 2. Продолжение следует...